Здарова, стратегические жевжуки и мечтающие стать жевжиками, любители стратегии, я продолжаю на уровне сложности божество за Индию во главе с ядерным Ганди, проходить Сидмерс Цивилизацион 6 с челленджем, с войнами, с бесконечными войнами, с осуждениями, в общем, все подробности в первой серии. Если вы случайно наткнулись на это видео, то лучше посмотрите первую серию, я там все объясняю, более того, вы там сможете скачать сейв этой партии первого хода и вместе со мной, собственно, это проходить. Давайте на этом мою смазливую мордашку выключу, у нас тут война с Египтом, но мы открыли нашу Хвару 4 хода, это с карточкой 4 хода, но в принципе нормально, по сравнению с нашим этим производством в городе нормально строится. Давайте сразу 3 хода, а, так, подождите, у нас темный век. Как вы думаете, есть ли у нас вообще шанс основать религию? Две уже основаны, еще пять возможны, так? Так, смотрите, накапливается раз, два, три. Ну, то есть, а, еще одну, кстати, одну цивилизацию у нас уже вынесли каким-то образом. То есть, в принципе, то есть, три вот этих накапливаются, те, кто уже взял религию и один, то есть, в принципе, три. Так что мы можем, наверное, еще религию основать. Вопрос, успеем ли мы за этот... За этот век, за районы плюс одну очко. Ну, вольдодумство... Давайте на все-таки исход евангелистов попробуем. Все-таки плюс два очка. Это вам... Нехухры-мухры? Нехухры-мухры. Так, подождите, а я что, даже не открыл астрологию еще? Я ее еще не открыл. Так, надо астрологию сначала открыть. Чтобы священочку ставить. Потом, возможно, каменную кладку, потом письменность. Железо вообще тоже можно было бы. Но для этого трех варваров. Так, давайте добивать... Вот этого парня. Лечится. Этот хай стоит, лечится. Тут... Строим три пастбища. Конечно, это шикарное место с лошадьми. Тоже вару делаем. Тут нам вообще что-то разграбили. Нам все-таки так ничего и не разграбили. То есть и сахар к нам капает, и апельсины. И знаете, нам еще везет в том, что денежки благодаря этому имеются. Так бы у нас, конечно, содержание уже давно в минус ушло. Вот интересный вопрос. Какой... Какого брать губернатора? Ну, мне кажется, Виктора нету смысла. Мне кажется, мы тут нормально так отбились. В Калькутте все-таки монумент слишком долго. Вару будет строиться. Я бы, наверное, Магнуса взял и попробовал прокачать его, чтобы не уходило население при строительстве поселенцев. Но и Пингала, с другой стороны, неплох. Блин. Я бы, кстати, сначала, возможно, с этим лагерем разобрался. Ну, сейчас припрется все равно. Так, хорошо, давайте мы подумаем, куда нам идти. Вообще, нам бы в арбалеты, но арбалеты далеко. Железный рудник, железный рудник. Так, нам надо трех варваров убить. По-моему, мы еще ни одного не убивали. Так что вот здесь желательно, чтобы поспавнились варвары, и мы их... Или я тут скаут убил? Черт, вот реально не помню, честно говоря. Ох. Давайте все-таки Магнуса. Блин, не знаю. Мне кажется, нам тут надо будет поселенцев. Вряд ли мы их будем покупать за веру. Тут кавалерия. Это мы все оставляем. Это все не работает. Так, ну нам, короче, надо в политическую философию. Район так и не построил еще. Еще мне, короче, надо... Я, наверное, два вару сделаю. Как минимум в Дели я бы священочку сделал. Тем более, что оно дает и жилье, и счастье. Так, какую-то ГГшку он засоюзил. Кахокия. Блин, а вот Кахокия... Кахокия сейчас будет неприятно, вообще-то. К моей сладкой попке сзади подстраиваться будет, вы посмотрите. Кстати, это хорошо, что здесь есть варвары между мной и Египтом, получается. Наверное, встану вот так, чтобы он атаковал. Так, тут уже недостаточно жилья, но я тут и переключил на производство. Ой, у меня сомнения, что мы можем Египет вообще продавить. Мне бы города больше ставить. Я вообще только двоих встретил. У меня, то есть, ну, Египет сверху, получается, Мапучи снизу. Кто-то же должен быть еще слева-справа. Интересненько. Ну, ладно. Заканчиваем ход. О, а вот и Рим. Так, надо... Мы желаем, чтобы он посидел наш город, чтобы они видели наши города. В случае, если объявляют войну, чтобы они нападали. Ух, Кахокия сейчас мне тут все разграбит, наверное. Так, вот это варвар хорошо, что сам нападает. Так, а где мы встретили Рим, интересно? Тоже снизу. Ну, Мапучи точно вот тут, видите, вот это границы коричневые. Это Мапучи. Может, Рим где-то тут просто? Ну, в общем, в любом случае, мы обязаны его осудить. И все еще не могу с ни с кем из них торговать. Так, следующим ходом вару. И мне надо сделать ступенчатый колодец. Но я бы, конечно, следующим ходом... Блин, будут ли у меня деньги? Но деньги есть в выкуп клетки. Мне надо вот именно здесь ставить священное место. Потому что тогда мои ступенчатые колодцы очень хорошо будут еду приносить. Сейчас это сюда влезет. Так, ну надо в Кахокии разбираться, получается. Кстати, объявление Вайды мне Кахокии, видите, мне денежку убрало немножко. Так, он... Видите, проблема в вару, что он всего на две клетки ходит. Так, давайте думать, как нам тут лучше поступить. Так, наверное, так, так. Сейчас прокачаемся тут на Кахокии. Так, вару. Наверное, лучником убью. Мог вару убить. Ну что, то есть я уже двух точно убил. Так, давайте, может, по которой давую дисциплину все-таки отложим. Я надеюсь построить священку. Шесть ходов. Блин, что-то долго так. Видите, всего лишь по плюс один, но я считаю, что здесь лучше... Блин, мне бы рабочего еще... Так, наверное... Наверное, не буду трогать пока. Пускай сам меня атакует. Ну, в общем-то, я следующим ходом должен обработку бронзы ускорить. Но я что-то уверен, что у меня железа не будет вообще даже. Ну, хотя вот холмы какие-то. Обычно железо на холмах. Точнее, необычно, но точно на холмах. Блин, там Египет убил. Черт! Но я и все равно не мог его убить. Ага, вот тут у нас еще варвары. Так. Значит, как мы делаем? Наверное... Так. Подходим в вару. Блин, я его не добиваю. Так, блин, как нам здесь сделать сложненько. Нам надо вывести юнит, потому что... Ну, вообще, тут он убивает. Так, давайте я, наверное, так встану. Вару проатакую этот юнит. Тут поскачем вперед, чтобы посмотреть, где там... От дальнобойных атак, пожалуй, возьмем. Где там юниты Египта? Откладываем обработку бронзы. Мы должны ее ускорить. Блин, а что насчет взять кахокию? Не, ну со стенами я тут не смогу. Сейчас. Это мне нужен таран. На этом я точно мечники надо открывать. Стою один ход, полечусь. Так, что насчет Мумбаи? Я бы сейчас в Мумбаи, наверное, рабочего сделал. Или еще одного вару. Просто вот это надо обработать. Камень надо убрать. Просто вырубить его под... А в Деле я строю священку. Наверное, рабочего. Не уверен, что у меня прям достаточно армии. Вообще, мне надо, типа, даже атаковать Египет, а не защищаться. О, он отступил. О, он отступил. Так. Так. Вот смотрите. Сейчас лучник против воина, типа, 24 на 23. Но. Мы сейчас меняем местами. Вару становится рядом с ними. И теперь лучник. 24 на 18. Потому что минус 5. По-моему, неплохо. Вот вару неплохие, но очень дороги в строительстве. И... Наверное, давайте я вот так подойду. Так. Так. Блин, уже два Марьяну. Фак. Давайте, наверное, вот так сделаю. И слишком мало бегают на две клетки всего. Я считаю, что это мало. Ну, я бы, наверное, вот так постоял. Не хочу, чтобы... Убивать меня чисто варваров, а... Египет меня своими Марьяну бы... Мочил. Так. Ну что, засоюзим Лавенту? Честно говоря, не хочется. Я не вижу пока смысла... Если бы он где-то рядом с Египтом находился... Не хочу... Я понимаю, что надо спешить в политическую философию, но, блин... Не, ладно, знаете, что надо спешить в политическую философию? Я вот зря и даже мистицизм открывал. Все-таки... Я не буду ждать священку, потому что это лишних... Хотя, подожди, это лишних два хода, а не четыре. Ой, у меня не будет много культуры. Ладно, давайте драму и поэзию все-таки, блин. Ну, мне кажется, я таким образом на два хода отодвигаю открытие... Ну, кайф. Просто убился от моего слона. Зашибись. Так. Лучника прокачиваем. Нет, не буду убивать, иначе слона будет город обстреливать. Тут мы убьем. И смотрим на железо. Как я и говорил, мы... А, нет, с этого железа. Ну, не дотягивается, правда. Но хотя бы видно. Блин, вот тут железо фес отобрал. Вот это, кстати, жалко. Так. Отлично. Так, пока вроде неплохо получилось. Но я боюсь, вот этот лучник может быть минус. Если опять лучник Марьяну прибежит. Этот не может, правда, лес, видите, тут никак не пройти. Но лучник Марьяну этого не могут убить. Так, недостаточное довольство. Ну, это потому что Мумбаи офигительно растет у нас тут. Давайте на производство. Вообще, видите, и этот... И это железо мог бы достать, и это железо, если бы раньше видел. Так, ну поехали в деньги тогда. Вообще, мне бы и караванчик построить. Давайте я, наверное, в Мумбаи следующий караван построю. Так, надеюсь, нету. Отошел. Хорошо. Так, этот лагерь... Ой, мечник. Не, ну, мои... Эти стоят против мечника. Просто жалко, что я сейчас не могу пока лагерь забрать, получается. Так, этим точно надо отходить. Так, делаем. Так. Так. Тут мечник идет. Ну, это нормально. Они, извините, вару сильнее, чем мечники. Я просто думаю, обстрелять и убить. Либо все-таки отойти. А, у меня не может уже... Нет, раз не может, сон, тогда сюда остановлюсь. Не должен мне мечник дуболома убить. Просто стоим опять же. Я просто... Прискакивают тут эти колесницы и убивают мне лучника. Нам надо все юниты прокачивать и сохранять. Это очень важно. Не, не, тут без шансов. Какой-то мечник вообще убежал. Так. Тут, конечно, вопросы. Куда мне юнитами идти? Но я пока... Мне кажется, я не могу нападать. Давайте мы просто за этими варварами пойдем в надежде, что они там ранят египетские юниты, и мы сможем... что-то с этого поиметь. Блин, уже 4 религии. Слушайте, а не может здесь показываться... Может, это... В этом интерфейсе, кто взял религию, уже не показывает? Значит, там 2... Но все равно пока хватает мне. Кто-нибудь из моих... Из встреченных мной... Смотрите, играешь за... И так играешь? Все твои соседи вокруг собирают религию. Играешь за Индию, которой нужно, чтобы ей религии чужую приносили. Никто из соседей не берет религию. Нормально. Нормально. Понимаю. Нафиг надо. Так. Как нам тут священное место ставить? Вот смотрите. Есть и ступенчатый колодец. Нам надо на реке... Ну, тут уже придется на вот этих... На затопленных. Но тут надо разобраться с тем, где у нас будет потом... Плотина. Плотина у нас, собственно, вот на этих всех клетках может быть построена. Не может быть только вот здесь на пшенице построена. И вот здесь получается. Не, ну, в принципе, вот здесь нормально, мне кажется, можно поставить священное место вполне. Все везде плюс один, как видите. Тут плюс один, конечно, прикольно, но у меня нет денег выкупить, а священное место, мне кажется, уже надо ставить. Блин, 12 ходов. Может, тут вару построить? Или вообще строителя? Знаете что, я бы тут строителя сделал все-таки сначала. Вот эти плантации и пшеница. Да, может, все-таки пантеон на плантации правильнее было? Блин, сандок. Не желаете ли посетить наш город? А ее мы где встретили? Отлично. Просто вару прокачался, просто ничего не делая. Так, открыли трудовую дисциплину. Идем в политическую философию, губернаторский титул. Содержание юнитов. Но может тут убрать уже? Может реально содержание юнитов поставить, пока я не буду строить? И производство оставлю. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь, либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров жевжиков-патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция суперспасибо где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку. Так, ну что мы тут получим из аванпоста? Деньги ускорили. Ну, в принципе, мы все равно бы следующим ходом их ускорили. Тут все равно нам караван в любом случае нужен. Так, здесь читаем на религию. Качаем Магнуса на создание поселенцев. Ну, я, наверное, тут постою пока дуболомом. Так, а вот здесь у нас Бандар Брюней что-то идет куда-то. Надо бы ему не дать это сделать. Так, Дели Едорост Калькутта Едорост Мумбаи Чисто Производство Нам надо вот тут заселять. А, блин, не обвинил Корею сейчас, ребята, сорян. Нихрена себе там лучников Марьяну. Еще и убились об меня. Блин, так он меня сейчас слона убьет. Ё-моё, фига там лучников Марьяну просто охренеть. Просто охренеть. Блин, блин, и уровня нету. Но тут надо отступать. Мне кажется, слону хана уже в любом случае. Так. Четыре религии. Мне еще надо десять очков буквально. блин, может поставить обратно три хода. Фес хочет торговый путь. Блин, знаете, я бы выполнил задание Феса лучше. Только надо из Дели, мне кажется, отправить, чтобы дорога была. А, ну к тому же там, видите, юнит Кахоки. И забросил бы туда третьего посла, засоюзил бы Фес. Кстати, предприятие на цитрусах. Цитрусы, по-моему, либо гражданских юнитов, либо военных юнитов увеличивают производство. Блин, а вот Египет мне может священное место-то разграбить. Не, я бы просто стоял. Хай он бьется об этого вару сколько хочет. Мне точно надо еще вару строить. Без карточки больно. Карточка через три хода. Ну, значит, видимо, лучника мы тут делаем. рудник для добычи ресурсов вообще без шансов. Да, и тремя городами. Конечно. Ладно, мореходство открою, тупо... Ладно, нет, ученичество пойдем потихонечку. если я выйду в латнике. И вообще мне бы стены построить еще. Я же открыл каменную кладку, стены могу строить. Да, минус. И это минус. Ну, я говорю, без шансов. Там без шансов. латнике, 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 латнике. Блин, я не посмотрел, что там уже есть сюзерен. Черт. Так, ну мне... Просто мне фес, видите, обращая город свою религию с помощью религиозного, получается, 20 науки за каждого же. То есть, мне бы я получу религию, мне надо быть союзником феса, и я неплохо получу науки тогда. Так, ну я бы, наверное, тут стоял. Лучником. Вырубать ли мне тут лес? Вопрос вопросов. или просто построить... Давайте я вот так подойду, его могут захватить, если что, но так у него один заряд, и я здесь построю ступенчатый колодец, если никто сюда не встанет на эту клетку. Мумбаи не хватает лояльности? А кто это уже так города расставил, что они так влияют? Блин, ну сейчас, конечно, серьезная атака. ТОНГЕЙНОВ 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 Ну, мне кажется, вару должен тут стоять Вот тут сейчас вару очень сильно не хватает Подставлю дуболома Надеюсь, он по нему будет стрелять Не должно нам хватить силы, хотя Ни одного убить хватило силы, ладно Ладно Тогда еще не так все плохо Так, тут мечника добьем А может тут замочить этого дуболома? Фигель он стоит там Мешается Так, убивал я для того, чтобы здесь ступенчатый колодец построить Красиво Конечно, все грабить могут теперь По идее, я должен успе... Ну, если сюда не встанет юнит египетский То я получу пророка Другое дело, что мне теперь пророка туда довести как-то надо Минут Дуболом Ну, я, в общем-то, ради этого туда его и ставил, правильно? Так, и берем Олигархию, конечно же Опять Кавалерийским юнитам А сюда Плюс 5 к боевой мощи Так, сейчас Ну, там, правда, только рукопашные Если я не... Ближнего боя, да Так, надо лучников спасать Есть пророк Религия основана Фу Так, что у нас в Индии? Индуизм? Где он? Уже кто-то... Нет А где? Во Так, международные торговые пути Плюс 2 золота Довольство с двумя трудов... Ну, блин Вот, когда трудовая дисциплина не работает Ее нету Реликвии утраивают Вряд ли я тут буду реликвии получать Позволяет покупать здания в кампусах Будет ли у меня столько веры? Может, просто довольство взять? Видимо, да И вот здесь бы я взял Либо межкультурный диалог Либо всемирную церковь Или вообще защитник веры, ребята Во! У меня что-то сейчас плюс 5 будет в столице так работает защитник вера работает так тем не менее спасаем этого лучника если конечно сможем его спасти строим вару лечимся лечимся строим вару мапучи 84 науки 37 культуры корея ну тоже дофига но я не удивлен до корея а вот мапучи это что-то что-то какое-то что-то нездоровое блин но могут убить этого лучника лучник в городе работает а вот этого могут убить поэтому от отхожу и этого могут убить конечно же надеюсь что они на город сейчас будут нападать так я уже сто процентов героической эпохи до которой семь ходов но мне бы сейчас от египта отбиться построить и три рудника меня даже имеет даже негде строить в принципе а нету ни одного холма пока в моей территории сейчас я думаю деле будет обстрелять и боюсь боюсь этот минус этот лучник так но мы договорились что нельзя торговать с первыми пятью встреченными сми еще одного надо встретить до среди где у на пубах вот где я хотел город ставить хороший лучник был на второго уровня военных юнитов в городе ну мне короче надо в деле производства на апельсинах ставить плюс 30 процентов к производству военных юнитов это круто так меня вот интересует мумбаи за счет чего минус религия а что там кто-то все-таки вот за счет чего просто просто из-за атеистов минус религии потому что никто из моих соседей религию не основал ну что для меня как индуса плохо так я поставил карточку да но наверно надо вару делать блин так ну тут не должны сейчас мне лучника убивать эти ребята если убьют я очень расстроюсь нет он просто полечился отлично так вот этому точно минус будет сейчас значит мы влетаем вот так видим остановимся блин а если это сейчас войдет что этого убьют мне надо как-то отвлечь может так пускай на коляску он в принципе может сюда зайти то есть отдать какие-то юниты чтобы моего прокачанного лучника убить мне кажется все таки варбалеты надо да все таки отвлекся фу через колесо через железную железный вмещиков бессмысленно пошли нету не железа ничего блин уже шесть сандок туда запихнула ну охренеть блин ладно давайте за союзим хотя бы лавенту а вон дикар еще и канди мы встретили блин канди это круто я кати ни одно чудо еще не нашел поэтому канди вполне может так как у нас тут могут верно так отойду блин в три города до сих пор играю 47 ход почти 100 науки у мапучи но с египтом зато у нас развитие примерно равное мне надо начинать уже как-то ну вот тут место для городов как минимум есть да вот этот апу надо попробовать ну такое ощущение что он стены строит она египет получил ну потому что я за союзил лавенту но он там далеко ему до египта идти кого убили да как ты там оказался твою мать ну это какой-то прикол вообще от компов постоянный просто постоянный безостановочный прикол так ну этого убьем этого убьем блин столько получается потерял ну видите количество вару рядом не складывается то есть не будет минус 10 когда два вару рядом этим до сих пор не работает этот бонус индии вот плюс 5 за каждую известную цивилизацию которая не воюет потому что играешь за индию естественно все компы которые не рядом с вами основывают религию смотрите неизвестный игрок неизвестный 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 осталась еще одна религия да слушайте в этом я так понял что в этом интерфейсе просто не показывает набор очков пророка теми кто уже взял что эти вот последний тут остался набить санкцина гампо так но я бы наверно посела сделал карточка правда на него не стоит но я сейчас следующим ходом поставлю все по хорошему мне бы святилище и религию разнести но поставить города намного важнее прям уж не и в мумбаи тогда видите что практически нет мест где города можно еще ставить вот тут слава богу что-то имеется давайте и здесь поселенца 179 111 так последний заряд это на то чтобы производство но я наверное на этой клетке сделаю мне кажется меньше шанса что эту клетку разграбят да и ближе к ней идти вот эта коляска здесь все убились обвару так на строительство поселенцев валерию пока оставлю лечимся сюда пойдем пускай мне обстреливать я все равно за это получаю опыт так мы должны убить отлично ну что у меня уже больше армия неужто перелом наступает в войне попробуем апу этими вару забрать ну это конечно подстава тут была что откуда прискакала эта колесница марьяну аж вот сюда убила мне тут лучника так мы оборонительную тактику заодно это стены мы сможем построить блин или в ученичестве от смысла мне в ученичестве если я не могу латников построить у меня нету железа военный лагерь театральную площадь ну вот это хороший город если не считать того что тут нету нету пресной воды и и даже невозможно он так и поставил что это же невозможно я даже не знаю где мне ее там организовать может все таки стереть город и новый поставить себе воздуху по количеству юнитов выглядит так что я могу его взять тем более среди какой фигней занимается почему-то египет просто подставляет своего 96 вообще стало так станет еще меньше копейщики ну там тогда с ним будут эти разбираться мои лучники так в калькуте может и в калькуте этого посела делать я вот просто сейчас одним махом поставлю три города ну как минимум не до на 3 на 3 города точно есть точно есть места то есть тут надо сто процентов ставить тут надо конечно места очень плохие но в этом и кайф до такой игры и на как бы мне еще свою религию но это для меня святилище надо построить по ходу в деле вообще ну что-то увеличивается о ислам а от кого ислам то смотрите а влияет ислам вообще-то уже откуда-то тихонечко но мы не видим от кого так блин у меня самопучие улучшились отношения надо надо опять испортить осудить вот я так и должен сейчас сюда встанет что это конечно тупо сейчас плюс о начинается героическая эпоха но раз у нас начинается героическая эпоха то следующий год получается эту серию закончим давайте я выберу что мы тут возьмем я наверно два очка только получил за первое обращение города и все ну я бы исход евангелистов не брал еще нам четыре очка великого пророка за ход вообще бессмысленно и очки перемещения для миссионеров и апостолов ну два дополнительные два действия интересно вообще интересно в любом случае вольнодумство и вдохна и перо кисти голос я возьму вот вопрос между монументальностью исходом евангелистов дело в том что у меня сейчас не будет столько веры чтобы покупать строителей поселенцев а вот купить одного миссионера и им намного больше городов обратить мне кажется вот эта возможность блин дайте я еще гляну меня 4 веры вход 4 веры там предположим я встречу предположим типа во время этой эпохи встречу те цивилизации которые мне дадут плюс 5 очень я сомневаюсь так что мне кажется все таки берем исход евангелистов они монументальность интересный выбор ничего не скажу но так и есть но на этом все продолжение завтра спонсоры канала могут его посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества спасибо что смотрите играйте в умные игры всем пока и алексей халецкий тот кто сделал это видео лайк комментарий подписка возможно супер спасибо и спонсорство спасибо за поддержку до следующих видео